Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас видео макияж. Покажу вам помадки Фаберлик, о которых вы так давно спрашиваете, что у меня на губах и так далее. Все с вами про сводчим, расскажу о лучшем тональнике на лето. Итак, поехали! Собственно говоря, с тональником мы и начинаем. Я тут, как у нас выхолодал, для себя открыла прям доходку, вы знаете. На самом деле, он когда появился, он мне очень нравился. Это тональник Фаберлик Итс Коллаген, точнее это Биби Крем. Он еще и с СПФ, поэтому двух зайцев убиваем. Артикул 6791. Я не помню, в нескольких оттенках он в каталоге представлен или нет. Но если в нескольких, то вот этот оттенок, он совершенно универсальный. У нас похолодало, что-то прям вот захотелось. Не люблю летом тональники, но иногда прям хочется. Особенно, когда какие-то там высыпания есть или тебе не нравится тон кожи. Иногда рука к ним тянется. И тут вспомнила про этот Биби Крем, нанесла его и поняла, что он такой жиденький. Я его взбалтываю перед применением, что он крутецкий, просто крутецкий, девчонки. Так, сейчас я зеркало себе поближе подвину. В общем, он жиденький такой. Он сильных каких-то недостатков не перекроет, но он круто выравнивает тон. Вот смотрите, да он. И оттенок у него абсолютно универсальный. Он подстроится под любой оттенок кожи. Абсолютно под любой. Он не желтит, он не коричневит, он не розовит. Он прям крутой. И он выравнивает. Вот смотрите, сейчас одну половинку даже распределю. Я прям так пальчиками, естественно, потому что это Биби Крем. Это легкое покрытие, совершенно невесомое. Что хочу сказать, легкая матированность есть в течение дня. И я его абсолютно на коже не ощущаю, что для меня является главным критерием в тональнике на лето. Он очень легкий. Вы его совершенно не ощущаете. Но в то же время тон выравнивает, мелкие несовершенства скрывает. И в целом очень классно сидит на коже. Вот как бы одна половинка, вот вторая. Его не видно. Еще один плюс. То есть его не видно. Даже если будете разглядывать себя вплотную в зеркале, его совершенно на коже не видно. Прям очень классная штука. Наверное, самая удачная на лето. Из всех, что имеется в Фаберлик. И не только. Вот все, тон выровняли. Уже красотка. Сейчас еще пару минуточек. Это все дело заматируется. То есть он не блестит совершенно. Хотя у меня кожа летом сейчас жирная. Поэтому обладательница жирной кожи прям вот присмотритесь. Штука классная. В нанесении удобная. Перекрываемость для бибикрема отличная. Плюс SPF. Дальше. Так. Пока у нас усадка с вами идет. Тонального крема. Контуринг не буду наносить. Иначе будет полосить. Поэтому мы немножко даем усеться бибикрему. А потом уже наносим контуринг. Поэтому будем оформлять сейчас с вами глазки. Мы с вами с бровок оформлять. Видите, опять у меня кто в лес, кто по дрова, как всегда. Поэтому беру свой любимый гель Алия. Здесь у нас с вами фишка в чем. Надежная фиксация, естественный вид бровей. То есть не что-то там склеенное, заклеенное куда-то. А действительно естественный вид бровей. И мои жутко толстые. У меня и волосы толстые как бы везде. И брови в том числе они очень толстые. Они мега непослушные. Они такие у меня привередливые. Открываем. Щеточка очень удобная. Геля выдает достаточно. Опять же, я вам уже рассказывала. Фишка еще его в чем. У меня вот другие гели от других производителей. Они, когда ими пользуешься поверх тонального средства. Грубо говоря, когда уже на лицо тональное средство нанес. Они видны. То есть они вот при соприкосновении с тональным средством. Допустим, в районе лба. Прямо вот видно, что ты нанес гель. Он как окрашивает. Здесь вообще контакта никакого. Это супер. Зачесываем в обратную сторону. Все как обычно у нас с вами. Такая красота. И поправляем туда, куда нам нужно. Сразу же прелесть. Но это еще не все. В геле Алья встроена щетка. Расческа и щетка. Одной стороной мы с вами снимаем излишки геля. Если таковы имеются. И другой придаем нужное направление. И вот такая красота получается. Моя бровка уже оформлена. Все супер. Пупер. Сравните эту брось внылую и вот эту распрекрасную. Все замечательно. Что еще мне нравится. Здесь идет эффект ламинирования. Но нет абсолютно никакого излишнего блеска брови. То есть видите у меня включен свет яркий. И то вы не видите вот этого искусственного блеска. И вообще какого-то средства на бровях. Так. Теперь вторая бровка. Все проделываем то же самое. Еще за что люблю. Он очень стойкий. То есть я даже под дождь попадала с этим гелем. И брови мои остаются на месте. Никуда не деваются. Это во-первых. Во-вторых. Реснички они естественные. То есть когда вы до них дотрагиваетесь. Они никакой коркой не покрыты. Они максимально естественные. И это тоже очень круто. Никто не заметит, что у вас брови чем-либо уложены. Все будут думать, что вы такая красоточка от природы. Так. В обратную сторону зачесали. Теперь кладем их так, как нам нужно. Закрываем. Колпачок открывается моментально с щеточками. Укладываем в нужном направлении. Снимаем лишний гель. И придаем желаемую форму. Мои капризные брови просто, девчонки, в восторге. Я так долго искала средства, которые сможет с ними бороться. Наконец-то нашла. Вот и все. Вы счастливая обладательница идеальных бровей с гелем. Не нужны никакие дополнительные процедуры, ламинирование и так далее. Не нужны никакие дополнительные щеточки. Все в одном флаконе. Все очень удобно, компактно и просто потрясающе. Слушайте, я даже с ним как-то купалась. Не скажу, что прям ныряла. Но дети все равно брызгались. И бровь мы остались на месте. Поэтому за счет. Ссылочку и всю информацию оставляю для вас в описании. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Ребеклем уже дал усадочку. Ему достаточно несколько минут. Я беру свою любимую палетку для скульптурирования. Артикула на ней нет. Это та палетка, в которой оттенок румяно-свежающий. Не знаю, как правильно сказать. В общем, есть оттенок румян, который какой-то он в сиреневый, что ли, в такой землистый отдает. Он жутко старит. Мне вот та палетка не нравится с теми румянами. Я беру контуринг и делаю контуринг совершенно простой. Чуть выше скул, до линии роста волос и уголкам губ. Могу с румяшками, могу без. Потому что мне достаточно одного контуринга. Он деликатный, он классный. И в то же время работает так, как нужно. Вот здесь подчеркиваем скулы и убираем там, где не надо, затемняем. Разница. Мой любимый способ контуринга вот тут. И нос. Я прям этой же кисточкой вот так ее заминаю. Уже знаете это по наитию. Потому что ежедневно делаешь, когда это все кончик носа. И вот эти полосочки немножко пальчиком вот так. И под губой. Зачем это увеличивать в нашей губке? Прямо под нижней губой. А еще вот здесь подбородочек наш второй. Если он имеется, можно тоже затемнить. Вот одна вторая половинка. Видите, какая разница. Глазки сегодня буду тоже оформлять этой палеткой. Потому что она классная и универсальная. Сначала чистой кисточкой беру хайлайтер. Под бровкой все это дело провожу. Он очень деликатный. Но тем не менее видно, как он сияет. Уголок глаза. Видно же? Видно сразу свеженький взгляд. Так. Над губой. Щечки я не люблю. Кстати, хайлайтер там использовать мне не нравится. Носик чуть-чуть. Вот так. Дальше тени. Тени у нас будет микс оттенков из румян и контуринга. Потому что получается достаточно освежающий оттенок. Прям вот классный. Я люблю такие. И приступаем. Без зеркал. Вот таким образом. На подвижный и неподвижный век оттушуется все прекрасно. Просто изумительно. Чуть-чуть добавим. Поярче. Вот так. Нижнее веко тем же оттенком. Теперь беру пальчиком хайлайтер. И наношу его, как я люблю, над зрачком. Легко растушевываю. Получается, по сути, очень похожий макияж на тот, который мы с вами делали в предыдущий раз. Но здесь немножко по-другому. И текстуры другие. И ложатся по-другому. А так, в целом, суть очень похожа. Все. Теперь тушь. Моя любимая, конечно же. Тушь, тушь. So long. Вот. Артикул не скажу опять, потому что его здесь нет. Тушь уже много раз вам нахваливала. Поэтому подробно рассказывать не буду. Накрашусь без салса. Вот что ни говори, а когда у девушки оформлены бровки, оформлены реснички, уже совершенно другой вид. Вот пусть даже больше не будет ничего. Но вид сразу становится опрятный, ухоженный и стильный. А когда даже супер-пупер какой-то макияж с нереально крутым контурингом, с нереальной крутой прической, но ты идешь с унылыми бровями и ресницами, ну вот все. Прямо отторжение. Так, и теперь, собственно говоря, то, ради чего мы собрались. Вот такая коллекция очень класснючих оттенков жидкой матовой помады. Так, давайте будем начинать с самого светлого оттенка. А в конце я вам как раз-таки покажу микс, который постоянно у меня на губах в последнее время. И вы про него спрашиваете. Первый оттенок у нас будет 408,74. Это самый светлый оттенок в моей коллекции. У меня еще красная была. Не знаю где, но мы сейчас с вами не про красные. Наносим на губки. Очень красивый нют с еле уловимым лиловым подтоном. Как я уже говорила, я пост уже в Дзене, девчонки, писала, сводчила подробно при естественном освещении, показывала, чем насыщеннее и темнее оттенок у этой помады, тем плотнее текстура. Вот в этом оттенке она легкая. Относительно легкая. Можно добавлять сколь угодно много. Совершенно не требует карандаша. Совершенно. И смотрится просто потрясно. Я, кстати, очень люблю такие лиловые оттенки. Вроде более-менее правильно камера передает, но тут, конечно, нужно смотреть по цвету типу лица, цвету типу губ. Одна и та же помада будет смотреться по-разному. Итак, это у нас с вами 408,74. Красотка, да? Сходят помады с губ равномерно. Если вы, конечно, не положите 10 слоев, да? А так абсолютно равномерно и мега стойкий держится в течение всего дня. Стираю влажной салфеточкой. Все отлично. Но губки, видите, все равно остаются немножко пигментированными. Так. Все. Дальше у нас с вами будет самый темный оттенок. Но нет, наверное, средний оттенок в этой коллекции. Артикул 404,65. Вот такой вот он насыщенный. И прям вот лиловый-лиловый вырви глаз. Наносим. Не каждая девушка на такой оттенок решится. Я иногда его тоже миксую с более светлыми оттенками. На выходе получается красота. Но многие любят и носят такое даже на повседневке. Так. Зарисающие звуки на заднем афоне этой детской площадки. Класс, да? Это прям очень насыщенный оттенок. Видите, она практически моментально становится матовой. Прям вот моментально я заехала. Тут некрасиво. Получилось. Все. Видите, она совершенно матовая. Очень тоже красивый оттенок. Я люблю его миксовать с каким-нибудь персиком. Получается прям супер. Так. Вот этой помадой прям можно себе подарить 1-2 миллиметра. Можно вообще 5 подарить. Она настолько высоко пигментированная и насыщенная, и плотная. Что вы вполне себе можете сделать губище любого размера. Так. Не липнет, кстати. Где-то вот минутка, даже меньше проходит. Все. Она не липнет. Все отлично. Все прекрасно. Артикул 404,65. Идем дальше. Мой любимый микс. Он включает в себя вот этот оттеночек. Достаточно насыщенный. Тоже красивый. 404,70. Он сам по себе очень-очень красивый. Но вот мне его нравится миксовать со следующим. Так, смотрите. Насыщенный, прям яркий, тоже красивый. Но он не такой лиловый, как предыдущий. Вот она у меня уже видно, что используется часто, потому что она кончается. Надо еще брать. Если положить тонким слоем, то прям получается такая вот естественная помадка. Видите, у нее нет сильно лилового оттенка. Нет розового, нет красного. Она такая классная она вообще. И она очень плотная тоже. Ей тоже можно сделать себе губище. Она очень плотная. Вот эти темные оттенки, они прям... Густые-густые. Так. Готово. С этой помадкой еще можно сделать омбре. Красивый цвет, много кому подойдет. Я прям представляю этот оттенок на обладательницах синих и голубых глазах. Вот будет прям просто шик. Так, 404,70. И сверху я на нее наслаиваю следующий оттенок. Светленькой помадой. Такой, знаете, персиковый ньет. 404,62. Я вам ее просочу, потому что отдельно на губах ее уже делать не буду. И это освежающий персиковый оттенок. Розовенькая такая, хорошенькая, но с освежающей ноткой. Вот камера вам ее делает более розовым. Хотя нет, вот такая вот она и есть. В принципе. Красивая, красивая. Тоже очень красивая самостоятельно. Но я вот люблю цвет в микси. Хотите омбре, делаем омбре. Высветляем внутреннюю часть губок. Сейчас модно. Тушуем. Заяхала. И вот такая красота получается. При искусственном свете не очень видно. На самом деле, не знаю, видите вы или нет. Но я в зеркало вижу очень красивое омбре. Вот так издалека больше видно. Очень носибельные оттенки. Прям очень. Я наслаиваю на все губки. Но омбре тоже очень красиво. Светлый оттенок. И получается такая красота. Помада у меня держится весь день, девчонки. Ну и там плотно не кушать. Если вот иду на несколько часов гулять. Вот она как была, так и есть у меня весь день. Тем более у нас здесь с вами два слоя. Вот смотрите. Вот этот оттенок именно у меня «Последнее время на губах». Это 404,70 и 404,62. Именно в таком порядке. Сначала темный, потом светлый. И получается красота. Вот такая вот очень красивый оттенок. Иногда именно миксуя оттенки помад, получаешь вот то, что действительно тебе очень хочется. Ты не можешь найти отдельно, в самостоятельном оттенке. Вот поэтому все вам рассказала, все вам показала. Макияж мы с вами сделали ежедневный, красивый, носибельный. Липнет? Да нет, это по первости. Сейчас так, потом не липнет. Матовый финиш и все красиво, все здорово. Ссылочку на гель для бровей Алия оставляю вам в описании. Артикулы вам все назвали. Если что-то не назвала, спрашивайте в комментариях. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.